Президент Южной Кореи назначил нового министра обороны на фоне угрозы отставки СМИ. Президент Южной Кореи Йон Сок Йель назначил нового министра обороны страны. Это произошло после неудачной попытки ввести военное положение в стране. Об этом сообщает новость Украина со ссылкой на Reuters. Агентство пишет, что глава государства принял отставку министра обороны Ким Йен Хена и вместо него на эту должность назначил Чхве Бен Хека, который был послом Южной Кореи в Саудовской Аравии. Сообщается, что Ким, который в среду подал в отставку, рассматривался как центральная фигура в объявлении военного положения юным во вторник. Именно он дал такую рекомендацию президенту страны, о чем свидетельствуют документы об импичменте от оппозиции, а также высокопоставленный военный чиновник. Как результат, выдвижение новой кандидатуры стало первым официальным шагом Юна, после того, как он в среду утром объявил уже об отмене военного положения. Все это происходило на фоне политических потрясений и дипломатических последствий. Напомним, 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Йель объявил о введении военного положения в стране. Но оно было связано не с военной угрозой извне, а политической ситуацией внутри страны. Такие действия вызвали потрясение. Сегодня утром оппозиционные партии Южной Кореи подали в парламент законопроект об импичменте президента. Но его партия пообещала выступить против, поставив под сомнение процесс. Голосование по этому вопросу должно состояться уже завтра, 6 декабря в пятницу. Продолжение следует... Продолжение следует...